Здравствуйте, меня зовут Соня, я представляю проектный офис развития Арктики. Мы занимаемся социальными, экологическими и просветительскими проектами за полярным кругом. Мы поддерживаем коренные народы Севера, арктических предпринимателей и даем гранты на различные проекты. Сейчас мы находимся в парке Роев Ручей и я беру интервью у сотрудника парка Олега Чапура. Здравствуйте. Относительно недавно в парке появились две белые медведицы Марфа и Урсула. А вы можете рассказать про то, как парк принимал первого белого медведя, как вы к этому готовились, были ли специалисты или их пришлось обучать, а также строился ли специально для него вольер? Первый белый медведь у нас появился в 2003 году. Это была, конечно, сенсация. Это был знаменитый медведь Седов, которого помнят и любят все красноярцы. Через некоторое время они дали ему прозвище Командор Седов и до сих пор интересуются его жизнью. Сейчас у него родилось двое медвежат в сафари-парке города Геленджик. Это был подарок фонда Александра Геннадьевича Хлопонина. Конечно, специалистов по содержанию белых медведей в то время в Роевом ручье не было. Да и, наверное, в зоопарках России была маленькая база знаний. Хотя белые медведи содержатся давно, в различных зоопарках существуют целые линии зоопарковских медведей. Седов был один из трех медвежат, рожденных в Ленинградском зоопарке, медведицей и усладой. И у него было два брата. Вот одного из них Александр Геннадьевич выбрал, приобрел и подарил парку Роев ручей. Это был самый первый медведь, которого помнят многие красноярцы. А после этого у нас появилось еще четыре медведя. Но вот Седов, он все-таки такой самый знаменитый среди белых медведей. Всегда ли встреча человека с одиноким медвежонком или слабым белым медведем приводит к переезду в зоопарк? Кто и как вообще решает, что медведь нуждается в человеческой помощи и не сможет самостоятельно жить в Арктике? Белые медведи относятся уже к таким исчезающим видам. Он занесен во все красные книги, какие только существуют. И, конечно, встреча одинокий белый медведь, особенно медвежонок, это очень большая редкость. Потому что белые медведицы, они достаточно хорошие мамы. Если медвежонок оказался один, без матери, то, скорее всего, он обречен на погибель. Потому что белые медведицы, они до трех лет выращивают, выхаживают медвежат, обучают их выживанию в суровых условиях Арктики. И одинокий белый медвежонок, это, конечно, большая трагедия, и его надо спасать. Бывает, что попадаются взрослые уже медведи, которые выходят к человеческому жилью. Это тоже очень плохо, потому что, если белый медведь вышел к поселку, скорее всего, его прикормили, и он уже понял, что здесь легче добыть пропитание. И такого медведя тоже надо либо изолировать от людей, а каким образом? Только в зоопарк. Таким образом у нас появилось вот две медведицы, Марфа и Урсула. Урсула вышла в Диксон и там прижилась, ее там стали прикармливать. Она уже начала ночевать под школой, заходить в подъезды, заходить в квартиры, требовать, чтобы ее накормили. Ну, а Марфа, она просто пришла в Норильск и там поселилась, питаясь на помойках. Но, учитывая, что это промышленный город, конечно, медведь представлял серьезную опасность, даже молодой. Поэтому вот пришлось спасать медведя, спасать людей, которые там пытались сфотографироваться с ней, сделать селфи. Есть ли какие-то нормы и требования для комфортного содержания белых медведей в зоопарке? То есть какого размера должен быть вольер, бассейн, берлога для медведя? И что вообще ему необходимо для того, чтобы здорово жить? Белый медведь – это такой арктический странник, который может проходить за день десятки километров. Основная задача его – это охота, охота на льду. Поэтому нужно создавать условия для его комфортного содержания, а требования к вольеру – чем просторнее, тем лучше. Обязательно в вольере должен быть бассейн, потому что белый медведь по латыни неспроста называется «Урсус моритимус» – медведь морской. Они замечательные пловцы. У него даже есть между пальцев перепонки. И есть сведения, что белые медведи могут проплывать там больше двухсот миль. Ну, это, конечно, редкость, но, тем не менее, они замечательно плавают, замечательно охотятся в воде. И, конечно, нужен бассейн. Кроме этого, нужна берлога, нужны все условия. И менять, естественно, условия содержания, так называемое обогащение среды обитания. Вот та работа, которую зоологи проводят в зоопарках. У него постоянно новые игрушки. Вот сейчас мы будем запускать в бассейн живую рыбу для того, чтобы медведь мог не терять свои навыки существования в дикой природе, охотиться, ловить рыбу в воде. Ну, и для него это просто развлечение, в конце концов. Вот я предлагаю посмотреть сейчас, как это будет происходить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас в зоопарке строится большой новый вольер. Расскажите, пожалуйста, откуда возникла необходимость в его создании? Чем он будет отличаться от старых вольеров? Сколько там может проживать медведей? Необходимость появилась давно, как только стали появляться медвежата. Благодаря такой компании, как Роснефть, которая вызвалась помочь построить нам вольеры. Мы решили сделать самые лучшие, самые современные вольеры. Здесь почти 2 гектара территории. Здесь 3 бассейна совершенно потрясающих. Здесь сделано очень красиво все для посетителей. Можно будет смотреть на белых медведей не через решетку, а прямо как он есть. Сверху наблюдать. Можно будет наблюдать, как он плавает в бассейне через окно. Можно будет видеть даже белого медведя под водой. В этих вольерах могут проживать 3 пары взрослых белых медведей. Это достаточно много для зоопарков. Плюс мы еще сможем создавать условия, если вдруг потребуется спасать каких-то еще медведей и медвежат с севера, с Арктики. То условия для передержки здесь тоже для них будут. Здесь есть родовые берлоги, здесь есть просто берлоги, где медведи могут уйти спрятаться. Здесь есть своя корма, кухня, склады. Здесь есть помещение для сотрудников, для изучения медведей. То есть вообще прям идеальные условия. Таких, наверное, в мире мало. А может быть и нет. Помимо здорового содержания белых медведей, зоопарк также выполняет научную функцию. Расскажите о деятельности ученых. Они просто наблюдают за медведями? Ну, просто наблюдать – это уже некий такой элемент научной работы. Плюс описывают, плюс проводятся тренинги. Мы регулярно, наши сотрудники ездят на всевозможные семинары, на конференции по белым медведям. Ветеринарные врачи ведут свою научную деятельность. Ну и плюс еще здесь проводятся всевозможные тренинги с целью создания таких вот условий, благоприятных для содержания для самих белых медведей. И это тоже описывается в научной литературе. Сотрудники зоопарков обмениваются опытом. Вот именно вот еще и в плане работы по обогащению среды обитания. Вот как-то так. Вкратце, если. Медведи, которые живут в зоопарках, не смогут после этого вернуться в Арктику и существовать там самостоятельно. Так зачем же увеличивать их количество в зоопарках? Я думаю, что к тому времени, когда, если не дай бог, наступит такое время, нам бы не хотелось, чтобы оно наступило, что белых медведей придется выпускать в дикую природу, чтобы пополнить, восполнить популяцию. Это случится в том случае, если белые медведи вообще исчезнут с лица земли в Арктике. Но к тому времени мы будем готовы. Мы научимся реабилитировать, обучим медведей существовать в дикой природе. Я думаю, что к тому времени уже будут построены какие-то центры в Арктике для того, чтобы белых медведей можно было адаптировать и выпускать в дикую природу. Пока, слава богу, в этом потребностей нет. Пока мы работаем как генофонд. Сохраняем генофонд дикой природы, вот именно генофонд белых медведей. Существует международная база белых медведей, куда заносятся все особи, живущие в зоопарках. Зачем эта база существует и чем цены медведей, которые приезжают в зоопарки из дикой природы? Ну, такая база существует не только по белым медведям, по всем животным, которые живут в зоопарке. Есть такая база, есть программа, которая называется ЗИМС. И все животные во всех зоопарках мира, они заносятся в эту программу. Мы можем посмотреть, какие животные в каких зоопарках живут, кто их родители, когда они родились, кто дедушка, бабушка. И отследить полностью, прям вот всю родословную. Есть там, конечно, и белые медведи. Белые медведи важны еще и занесены, должны быть в эту программу, потому что существует несколько линий белых медведей. Ведь неудивительно и не будет открытием для многих, что есть белые медведи, которые из поколения в поколение рождались в зоопарках. И для сохранения генофонда важна еще и чистая линия. Важны особи, которые попали в зоопарк из дикой природы. Вот в Роевом ручье таких сейчас три белых медведя. Это Феликс, Урсула и Марфа. И они попали из дикой природы. Это вот прям чистый генофонд. Более того, они попали из разных уголков Арктики. Это остров Франгеля, это Таймыр, это полуостров Диксон. И, конечно, они представляют наибольшую ценность, потому что здесь мы можем исключить варианты близкородственного скрещивания.